И снова мы возвращаемся в нашу стационарную студию. И снова мы с Наташей ведём диалог. И вот о чём я хотел спросить Наталью. Вот всё время мы как-то, ну и внимание уделяем. Может, это естественно, но тем не менее. Вот, Наташ, несколько раз прозвучало в наших беседах, в наших разговорах фраза такая, что вот папа у нас помогает, папа у нас как бы... И вот как так звучит, как мужчине немножечко где-то даже обидно становится, что папа у нас как бы вспомогательный элемент. Где-то вот он, ну, там, готов помочь, готов. А вот мне интересно, у вас всё-таки вот, ну, во-первых, реакция папы на то, что он узнал о том, что ребёнок, ну, скажем, не совсем обычный. У вас же первый ребёнок, да, нет, да? Всё-таки, ну, долгожданный и всё такое. Как? Какая была реакция? Помнишь? Помню, конечно, у нас как бы, ну, я не знаю, может, это свойственно всем мужчинам или нет, но они как-то вот, в нашем случае, наш папа отнёсся к этому как-то легче, намного легче. И ему казалось на первых порах, что перерастёт ребёнок, и всё само в собой станет вот на какие-то свои, как говорится, места. А когда он понял, что не перерастёт, что надо что-то делать? Ну, когда ребёнок уже стал расти, это действительно стало видно, другое поведение совершенно, то есть, вот, когда они маленькие малыши, особо не отличишь. Но когда ребёнок становится взрослым, и уже видно, это отставание явное, и тогда уже, наверное, наш папа и обратил внимание. И вот реакция, я знаю, что, ну, вот, ещё раз я когда-то говорил, что я очень довольно много лет работал в центре, который оказывал помощь семьям больных детей, детей инвалидов, тяжёлых больных, и очень часто попадала ситуация, когда папа не выдерживали. То есть, либо уходили семьи, либо вот замыкались, кто-то уходил там, скажем, в запой, кто-то искал утешения там на стороне и так далее. И довольно небольшая группа отцов, они действительно вот взваливали на себя вот эту вот, в общем-то, тяжёлую ношу и делили её с мамой. А как у вас? Ну, у нас тоже были, конечно же, разногласия очень сильные по этому поводу, и не только поэтому, просто вот этот, как говорится, случай с ребёнком, он ещё больше усиливал то, что было, ну, как бы, вне ребёнка, как говорится. Да, были у нас такие моменты, что тоже нам хотелось и расставаться, но, я не знаю, наверное, всё-таки я не буду много раз повторять, но, тем не менее, вот мы нашли центр БРДВИД, и вот я, ну, да не, наверное, это так и есть, потому что в прошлый раз же, я так и говорила, я стала меняться, и слава Богу, как-то и всё пошло хорошо, как-то были у нас... Ну, наверное, он тоже стал меняться, Артём, да? Ну, как мы в прошлый раз тоже говорили, локомотив – это мама, конечно, мужчина, он поддаётся, как говорится, вот этому вот влиянию матери, её двигателю, как говорится. Ну, вот, и теперь вот такой момент, то есть, как бы, да, всё успокоилось, всё стало вместе, а вот мне интересна роль папы в работе с ребёнком, вот когда, ну, всё время звучало, да, вот ты занимаешься, ты учишь, ты вот, там, вводишь, вот, а папа принимает ли в этом участие, играет ли, общается, вот какова его роль в развитии... В нашей семье папы. ...нашей семье мира, почему? Потому что всё-таки мальчик, наверное, какие-то мужские элементы, там, воспитание мужские какие-то, ну, дела, знаете, наверное, от папы должны сходить. Вот это у вас происходит? Ну, честно говоря, не совсем так, как бы, оно, как мне кажется, и хотелось бы. Вот, да, наш папа, он, конечно, помогает нам, я ему очень благодарна, в поездке сюда и всё такое прочее. Это всё, это без вопросов, спасибо ему за это большое. Вот, но, как мне кажется, он не до конца понимает роль Дамира, что это действительно мужчина будущий, что это его будущий товарищ, ну, как, и уже товарищ должен быть, так ведь? Как-то вот он поверхностно, как мне кажется, извини, Артём, конечно, но это моё мнение, действительно, вот, может, это свойственно женщине вникать в это состояние ребёнка, может быть, интуиция развита больше у женщин, но, как бы, из реальных, логических, мужских, да, вот этих мыслей, мышлений, я, мне кажется, что могло быть и по-другому, потому что, как говорится, работа... Ну, вот чего не хватает, чего не хватает? Ну, мне кажется, такого времяпровождения мужского, вот даже не в стенах дома, а вот прогулки с как бы... Ну, футбол сходи. Действительно, на футбол какой-то кружок, секции, там, с теми же своими товарищами куда-то взять ребёнка в кино, сходить вдвоём, ну, как-то так. Я не обижаю сейчас на мужа, но я считаю это правильно, когда-то... То есть, вот, опять же, да, обращаясь к папам в данном случае, всё-таки, вот, смотрите, мы же говорили о том, что ребёнок, ну, вот, нормальный, полноценный член семьи, имеющий своё мнение, имеющий своё право голоса, и, соответственно, те моменты, которые может дать, ну, только отец, скажем, ну, даже, предположим, там, какой-то, какие-то поделки, какой-то ремонт, да, участие вот в этих мужских делах, это всё-таки роль папы выходит в этом плане на первое место. Поэтому, ну, наверное, да, мы где-то так призываем отцов к этому отнестись более внимательно, потому что это тоже развитие, развитие мелкой моторики и развитие каких-то навыков жизненных определённых, оно должно исходить, да, вот такое пожелание, наверное, возникло, в том числе и пожелание Артёма, вот пусть он посмотрит, он сейчас не знает ещё, о чём мы говорим, вот, поэтому, такая просьба, ну, более внимательно относиться к этому, потому что это не просто, ну, скажем, там, мамина прихоть или что мама устала, вот там забери, а это элемент развития, это элемент формирования личности ребёнка, и здесь роль отца, она просто не, как бы, да, вот незаменима, не может мама дать то, что должен дать отец. Ну, и, может быть, в заключение, Наташа, ещё какие-то несколько слов по поводу того, что мы говорили, по поводу вот каких-то вопросов, которые мы сегодня подняли для других родителей, для отцов, для матерей, для детей, может быть, может быть, кто-то из детей нас смотрит. Ну, другим родителям, пожелаю, как себе, наверное, нужно вкладываться в ребёнка, но прежде всего не забывая о себе. Вот я уточню, да, сейчас чуть-чуть поправлю, когда Наташа говорит, вкладывание, то это совсем не финансовое вложение имеется в виду, конечно, это вложение душевное. Душевное, да. Вот, и, конечно же, ну, не забывая о себе, как я сказала, быть счастливыми семьёй, парой и, ну, вот, и, как говорится, в помощь. Не бояться его, да, вот. Счастливые родители – это здоровые родители, да. Ну, и, да, тогда мы ещё раз с вами прощаемся, желаем всем весёлых, хороших дней, мира, солнца побольше, побольше радости, берегите себя, берегите своих детей, берегите свои семьи, и, да, новых встреч ещё раз. Спасибо, Наташенька. Вот, удачи вам во всём.